Недавно зашел в макро, накупил очень много продуктов, знаете, что аж в руки не помещалось. Спросил у продавца, у вас есть корзинка? Мне дали пизды, сказали, что у них есть макринка. Поаплодируйте, в зале есть патриоты, пожалуйста, поаплодируйте. Ага, круто, круто. А теперь, кто любит УЗАВТО? Вот такие вы патриоты, понимаете? Да, заметил, что УЗАВТО это как бывшая, ты с ней, потому что не нашел других вариантов. И поаплодируйте, пожалуйста, те, кто любит погонять, прям любитель скорости. Есть такие люди, круто, круто, ненавижу вас. Знаете, знаете почему? Просто я не люблю таких водил, которые постоянно куда-то торопятся, постоянно. Ну, мне кажется, когда их папа зачал, он кричал так же, я успею, я успею. В итоге ничего не вышло, да? Я думаю, у них в аду есть отдельный котел. Желтый светофор, а у них под рукой нету сигналки. Знаете, это самое мощное наказание для них. Кстати, я родом с города Бекабат. Ну, родом с города Бекабат вообще не кстати, да, как будто. Вот. Бекабат – это 120 километров от Ташкента. Когда живешь 120 километров от Ташкента, купаешься только тогда, когда идет дождь, понимаете? И то золотой, да? Не-не-не. Вот. И при въезде в город вместо Хушки и Лапсис написано Охьон. Вот такой это город. Население 70 тысяч человек, а съебаться хотят даже те, кто не родился. И это очень суровый город, очень суровый. Там либо ты боксер, либо борец. Ну, не бывает такого, что ты каратист. Но был единственный каратист в городе, единственный. И он пользовался этим. Когда ему в магазине говорили с вас 300, он говорил «От заси у каратиста!» и убегал. И в Бекабате не понимают, когда мужчина занимается творчеством. Недавно сижу в кругу Бекабатцев, и речь зашла про стендап. И один мужик говорит «А, это те, которые много говорят?» Всем им пизды надо дать. Ну, а я же не лох, чтобы молчать. Сижу, слушаю дальше, и понимаю, что зря занимался каратэ. И последняя мысль вам на сегодня от меня. Заметили, что на улице нет бомжей корейцев? Ну, тут два варианта. Либо они все хорошо живут, либо их съели собаки. Все же побухать пришли. Кто нас, ну, зачем, да, это, стендап, блядь, просто бесплатный вход, да, давайте быть честны. Девушки, имейте в виду, поаплодируйте, кто с парнями, с мужчинами своими пришли сегодня парами. Уверен, большинство из них говорили, что это мероприятие совсем другого уровня. Знаете, чтобы подняться в ваших глазах. Я узнал, многие так делают на наши стендапы. Я, короче, забронировал столик там, регистрацию, 200 долларов в депозит. Все это пиздеж, если вам кто-то так сказал. Вход бесплатный, даже выход бесплатный. Еще и, блядь, штрутель, сука, в подарок. Так что на вас экономят сразу сегодня, не давайте, девочки. Меня зовут Диор Нишанов. Ужасное имя для отчества, согласитесь, Диор. Диорович, блядь, да. Назовите вот, любое имя назовите. Оля. Оля? Оля. Оля Диорович, представляю. Коля Диорович, да, что это за какой-то чешский порно-актер, блядь, не подходит, понимаете, Коля Диорович. Поэтому я решил заранее подумать об этом, как назову своего сына, и придумал. Прикольно будет назвать его Кристиан. Кристиан Диорович, да, это... Некий хозяин сомнительной парфюмерии на Абу Сахибле, да, это... Я рос в максимально финансово неконкурентно способной семье. Знаете, у нас всегда были неоплачены счета за свет, всегда, блядь, знаете, поэтому на мой день рождения нам 5 лет подарили торт с 25 свечами, блядь, потому что никому неохота было сидеть в темноте. Вообще, это сильно, да, Ташкент за последнее время изменился, наконец-то появились заведения какие-то нового формата, 7 пятница открылись. Я вспоминаю, как раньше все было, помните, начало десятых, где в Ташкенте, говорят, два клуба, бля, куда ты можешь сходить. В одном тебя все знают, ты идешь во второй, блядь, знаете. Раньше можно было наблюдать в нашем городе иерархию заведений. Понимаете, о чем я? Раньше самым топовым местом был единственный клуб, это катакомба. Для тех, у кого андроид, объясню, катакомба был такой клуб. Куда вы не шли, потому что вас, блядь, не впускали, понимаете, это... Ты идешь в катакомбу, да, если тебя не пускают, иерархия, ты куда дальше шел? В Чинзана, да? Чинзана не пускают, 7 пятниц появились, золотая середина, отлично, здесь держимся, держимся, да. Иногда пацаны в туалете воду пьют, бля, потому что папки закончились, а тусить хочется, бля, понимаете, это... Но если в 7 пятниц не пустили, бля, братан, надо подумать, как ты живешь, бля, это... Куда ты шел, правильно, в лайк, блядь, пар, да, это вот это вот... Тусить с вот этими неудачниками, да? Здравствуйте, все там знакомы друг с другом. Я недавно был просто в очень дорогом заведении, у нас же максимально пафосные они, как и сотрудники, которые там работают, знаете, вот это вот заведение, где охранник одет лучше, чем ты, блядь, вот. Я вот хожу к бармену, он на максимальном пафосе, у него еще вот здесь вот, как у физрука, свисток, блядь, знаете, он коленчики носит, он что-то протирает, я ему говорю, а можно, пожалуйста, к пиву сулугуни? На что он мне отвечает, вы имели в виду чечил? Я имел в виду, иди ты нахуй, ты же понял, о чем я, братан, ну, к чему эти понты, блядь, я нормально, сулугуни, блядь, всю жизнь они были, ты какого года, 2003-го, блядь, вы и так у нас сырные палочки, сука, отняли, оставьте сулугуни хотя бы. Я нормально, тем более объяснил, понятно же, что я имел, я же не сказал, Но, интересно, он дома так же общается, блядь, жена ему такая, ты куда? Я в усыпальне, блядь. Валера, блядь, ебнутый, не забудь детей уложить, ты имела в виду оппроск? Я имел в виду, иди нахуй, да? Все просто его посылают, блядь, и... Да, мы давно занимаемся этой всей движухой, стендап, уже 9 лет, знаете, но многие родственники наши не понимают этого, особенно деды, мой дед вообще не вкурил, что это такое, думать мы наркоманом, я до сих пор говорю, дедов, ты чем-то занимаешься, ты что, клоун, что ли, я говорю, нет, я не клоун, клоунам хотя бы платят, шутка организаторам, вкусно едите, да, даже компот, сука, не налили, как там одет, Наконец-то ковид заканчивается, давайте хотя бы этому порадуемся, да, духота, бля, в городе спарает, много было минусов, но ковид дал профессию людям, новую профессию, вы могли видеть этих людей, когда в супермаркеты заходите, они на входе стоят, бля, вот эти вот, в костюмах, поняли, да, вот эти, сомеле в мире спирта, бля, вот эти вот, да, я их называю дозаторы, Это же ужасно, понимаете, как другу объяснишь, кем-то устроился, клаус в корзинку, а кем, кассиром, нет, там, придешь, увидишь, ужас, бля, но достала, достала эта вся система супермаркетов, я хочу, бля, знаете, себе майку распечатать, где будет написано крупным шерифтом, нет, накопительный, тварь, как меня достал этот вопрос, бля, есть накопительный, есть накопительный, За кто, у кого есть она по оплате, никому она не нужна, правильно, что там копить, бля, тыины, бля, кто знает, сколько у него рук, у вас есть карточка, на фен накопили за 6 лет, все, нет, просто я спросил у друга, говорю, накопительный что-то дать, он говорит, да, братан, классная вещь, открывай, бля, там, за полгода я накопил на вентилятор, бля, я думаю, о, отлично, бля, я не хочу себе такую жизнь, где я раз полгода буду радоваться вентилятору, знаете, я так выступаю в 7 пятниц бесплатно, бля, 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 Ужас, бля, бля, да, но есть и положительные, да, стороны ковида, то, что он наконец-то заканчивается, и наконец-то можно ездить в такси без маски, потому что раньше они, да, задавнулили с этим, поаплодируйте, кто на такси приехал, есть такие люди? Отлично, я торопился, не успел Яндекс вызвать, пришлось ловить с руки, и мне попался вот этот старый классический таксист на Матизе, знаете, вот этот вот персонаж, который ты ловишь с руки, он останавливается, Ты садишься, а там рядом на пассажирском женский труп, бля, просто Вот, я их называю пиздовозы, вот эти вот, бля, просто ее в ремень, бля, затянуло, труп две недели лежит, уже гниет, бля, просто ты сзади сидишь, бля, там Там такое кино начинается, да, я отвечаю, Тарантино, диалоги писал, бля, в какой-то момент они забывают, что ты вообще там сидишь, она вдруг просыпается, он такой Какой-то момент начинается романтическая обстановка у них, она пытается переключить радио, он тянется тоже, они касаются руками Да, напоследок расскажу о своей личной жизни, насколько она неудачливая, чтобы вы понимали, расскажу пример последнего знакомства с девушкой Наш вообще с этой девушкой познакомил Шухрат, рассказываю, как все было Я еду, она стоит на Шухрате, и... Доживали? Я подъезжаю, останавливаюсь, опускаю стекло, и она сразу с лету такая Удиви меня Отведи меня туда, где еще ни разу не была Я думаю, ладно Короче, сидим в салоне красоты, и... Через полчаса у него появилось две брови, бля Та, что была над губой, исчезла, бля Но я ее бросил, я ее бросил, потому что от нее воняло эстракон, бля, понимаете Это на Шухрате надо убарить бабок со сковородками, портить продукт, бля Это же респонзона проституток, алтарь, бля, понимаете Но даже здесь я шучу Она меня бросила, проститутка, настолько неудачная личная жизнь, понимаете Со словами, я сам слишком мазлый, сам джалян Обидно, обидно, понимаете Ну и закончу философской фразой Да, здесь принято так Как говорил мой друг инженер Женское нижнее белье, как жалюзи Не обязательно полностью снимать, когда можно просто подвинуть в сторону Поаплодируйте те, кто считает, что все корейцы на одно лицо Хорошо, я вас запомнил, я вас отличить могу Честно, мне плевать, мне пофиг, потому что, ну, для меня это нормально Но очень сложно жить в обществе с такими расистскими взглядами Потому что я реально боюсь, что какой-то корейц совершит тяжкое преступление Его объявят в розыск Составит фоторобот Со слов жертвы с такими же взглядами Она такая А что, блядь, его описывать? Узкоглазон был, блядь Хунь, мунь, чунь, че хотел, блядь, так не поняла Объявят в розыск половину Сергили Поляжут, блядь, казахов зацепят, нахрен, я понимаю Вот вам реальный пример того, как ко мне относятся мои друзья У меня недавно друг праздновал день рождения на даче И он купил на базаре корейский салат Вот Че мать в животе зауручала? Да, блядь Он купил корейские салаты И из гостей корейцев был только я Все едят И в какой-то момент Такие, Паш, салаты охуенные Готовишь великолепно И поэтому кажется, что вот вообще за всю корейскую хуню Я лично должен отдуваться Я не удивлюсь, если кто-то из моих друзей отравится тагеновской колбасой Суд на меня подадут Типа, ой, блядь, у них там бюджет один на всех И я заметил одну тенденцию Что когда со мной пытаются познакомиться Люди обязательно говорят, что у них тоже есть друзья корейцы Как будто, если они этого не скажут Я буду к ним более настороженно относиться Типа, у тебя нет друзей корейцев? Ты не знаешь, как со мной обращаться? Это вот, как, знаете, люди, у которых есть домашние животные Они такие, йоу, у меня тоже есть собака Она тоже жопой об ковер трется, как покакает Йоу, я знаю, что это такое Да, у меня друг корейцев, он так же делает, я тебя понимаю У нас есть такой культурный феномен, как родительский день Знаете, да, 5 апреля Это очень важный для всех корейцев праздник Вообще их три, на самом деле Но 5 апреля это самый важный для нас праздник Нам обязательно нужно идти на кладбище в этот день Но я как-то познакомился с девушкой, у которой день рождения был 5 апреля И я понял, что мне с ней будет очень сложно построить отношения Потому что всем остальным на день рождения с утра Торт, цветы, подарки Что я буду ей говорить? Дорогая, давай, вставай, надо на кладбище ехать Лишь их кормить, бля, они нас там ждут И смотрите, я хочу сейчас внести чуть-чуть патриотизма в свое выступление Давайте честно признаемся, что за последние несколько лет Мы все стали жить лучше, согласны? И вот вам тому яркое подтверждение Я недавно стоял на улице, ко мне подошла люлишка Я был в наушниках, я о нее слышал Я такой, типа, все, давай съеби Она продолжает что-то говорить Говорит, говорит, я снимаю наушник и говорю, что тебе нужно? Она говорит, где банк? И я такой, чё, бля? Тебе зачем? Она достает из кармана доллар и такая, разменять И я такой, нихуя себе Я прям представляю, как она идет в банк Берет вот этот номерок электронную очередь Честно отстаивая всю очередь Меняет доллар, выходит и такая Вот это по-настоящему народный банк Все стали жить лучше Недавно я понял для себя, что я не понимаю такие виды спорта, как конный вид спорта Кто-нибудь увлекается конными видами спорта? Никого А вот, есть Поза наездницы, это не конный вид спорта, если что Нет, слушайте Я просто, ну, это очень странно Потому что, ну, бегают кони, побеждают люди Ну, это же странно Это все равно, что я сейчас запрыгну на спину Криштиану Роналду И такой, это я, самый лучший футболист на свете Какая-нибудь парочка будет заниматься сексом Я запрыгну на спину мужикой такой Я охуенно ебусь Это я ее довел до оргазма Самое обидное, что у половины из вас такое же начальство Понимаете? Вы пашите, как кони А потом в конце года начальник такой Ребята, поработали офигенно Мне новый автомобиль, вам сено И слушайте, я просто недавно побывал в конном дворике Кто-нибудь был? Конный дворик называется Были, да, знаете, да, что это такое? Для тех, кто не знает, там можно покататься на лошадях Пофотографироваться с лошадьми И смотрите, это не реклама, это просто наблюдение В конном дворике, помимо того, что вы можете покататься Вы можете еще и, естественно, что сделать? Пожрать У нас вообще любая активность очень тесно связана с едой Ну, куда бы мы ни пошли, там будет мангал, блядь Ну, обязательно У нас любое событие Ну, типа, родился ребенок? Еда Свадьба? Еда Похороны? Еда Есть еда? Давайте поедим Нет еды? Давайте что-нибудь приготовим и съедим И вот вы приходите в конный дворик Заказываете себе мясное ассорти А в середине мясного ассорти Козы, блядь Ну, это что за хуйня? Ну, типа, покатался, мне его же приготовили? Ну, это тот же коль, на котором я катался Просто смотрите, у меня, честно, был очень долгий период в моей жизни Когда я очень сильно парился по поводу размера своего пенниса Но в какой-то момент я перестал об этом думать Потому что я понял, что другого у меня все равно нет Ну, ладно, если бы сегодня Именно с этой девушкой на свидание Я надел именно этот член Я снимаю, что я такая Я думаю, ой, ой, не-не-не-не-не-не-не Ты сюда не смотри Просто остальные в стирке были Этот единственный чистый был Я его надел А так у меня целый шкаф У меня и большие И двойные И черные И на присоске И в форме буквы Z Любой есть Любой Просто вот этот, ну, чистый был Я его надел А она скажет Почему-то он такой маленький Сказал, ну, в холодной воде его вымачивали с горохом вместе Ну, что, блядь Это скажи спасибо, что среди гороха я его нашел, блядь Но с другой стороны Мне всегда попадаются женщины Которые вообще не добрые Они не способны на поддержку Это очень сложно об этом рассказывать Но, честно признаюсь Меня однажды бросила девушка Потому что у меня не встал Мне нравится эта тишина Там такая же тишина была Хотя до этого До этого все было нормально До этого вставал Правда, ее рядом не было Но, не, на самом деле все было нормально Один раз я просто загнался эмоционально И она такая Йоу, это ненормально Ты должен разобраться в себе Я ухожу И почему-то женщины, особенно молодые Считают, что у мужчины Должен стоять всегда Везде При любых обстоятельствах 24 на 7 Но это не так Мужики, давайте честно Поаплодируйте те, у кого Ну, в нужный момент Коть раз не вставал Да, блядь, конечно Да, блядь, конечно И сейчас у всех стоит Да, да, да У зрителей У официанта У уборщицы, блядь, да Они такие Ты че, блядь Не контролируешь это? Вот он стоит Вот он не стоит Вот он стоит Вот не стоит Ты че, блядь, себе Кнопку не установил, что ли, блядь? Это не так Мужчинам на самом деле Более важны благоприятные условия Для возбуждения И вот он Очень яркий пример Который это подтверждает Мне однажды нужно было В больницу пойти сдать Анализ спермограммы Знаете, что это такое? Нужно сдать грамм спермы Это называется спермограмма Нет Мне нужно было сдать спермограмму Мне дают баночку И отправляют сдавать анализ И отправляют меня Не в комнату С удобным кожаным диваном Телевизором Вайфаем И премиум подписка на порнхаб Меня отправляют В общий туалет Я захожу в общий туалет Там грязно Там воняет Там есть раковина Которая вот так вот с горкой Наполнена перевернутыми пробирками С кровью Мне на это дрочить Кровь Девственница, наверное Слава богу В беде не насрано было На том спасибо И самое главное Самое главное Что Ну Этот туалет находился Не где-то там На этаже Он находился Глубоко Глубоко в подвале Ни антенны Ни интернета Ничего нету А порнуху на телефоне Мне кажется Уже вряд ли кто-то хранит На телефоне И вот мне кажется Что если у мужчины В таких условиях Грязного туалета Вони Раковины Наполнены кровью Он такой Блядь Вот это охуенное условие Встает То вот у него Реально проблемы А у меня Все нормально Да Меня зовут Никита А у меня ДЦП А алкоголь Так не действует Не пытайтесь Кокаин тоже Это здоровый образ жизни И спорт В детстве С друзьями Пошел на футбол Их не взяли А меня взяли Потому что У нас в Казахстане Играют такие Как Яна Прикиньте Мне 29 лет И я недавно узнал О такой новой штуке Как Секс на первом свидании Я конечно об этом слышал И раньше Но я думал Это легенда Паша Паша Меня наебывает Короче Я познакомился С девушкой На сайте Знакомств Ну Потому что Вживую Я не рискую Знакомиться Потому что С виду Вроде Нормальная А на утро Ей В собес Надо Тиндер Тиндер Мы Мы с ней Дня три Переписывались Но не в смысле Я три дня Сообщения Печатал Мы с ней Голосовыми Общались У нее Не получалось Сразу Увидишься Ну Видать Морально Готовилось А я Как бы Это Пенсию Ждал Пока Скинут Прикиньте Дня через три Она написала Мне В час Ночи А ты Не можешь Забрать Меня Из клуба А то Ко мне Предстает Какой-то Мудак И Намекает На секс В туалете А я Как бы Ну Не тот Человек Который Бесплатно Всех Развозит По домам У меня Даже Машины Нет Максимум Могу Проводить Пешком И то Зай Ебер Сойти Время Полтора Ночи Я понимаю Что Заведение Закрыто И Максимум Куда я могу Ее проводить Так это Домой Ну Либо На квартиру Но Я Я понимаю Что Пацану Она Как бы Уже Отказала А он Как бы Мини Конкурент По идее По идее Я думаю Что Со мной Спят Девушки В качестве Благотворительности Ну Либо Свои Грехи Отмаливают Ну Либо Карму Чистят Вот Четвертого Не дано Я Отвечаю Короче Но Пускать Та шанс Не хочется И тут Мой мозг С 20-месячным Воздержанием От секса Короче Не давали Я думаю Начал Выдавать Максимальную Информацию Типа Напишешь Слово Секс Квартира И она Сорвется С крючка Надо Максимально Это Завуалировать Мы с ней Переписывались И я Сразу Скинул Все Свои Выступления Чтобы Чтобы она Сразу Поняла Я Ёбарь Террорист Мне Терять Нечего От Меня Живой Живой Не уйдешь Короче Я Я Заврал Ее Я Отвес Наквартиру Ну потому что Как Откажешь Человеку Который Профессионально Испытал На себе Все Виды Массажа И Может Довести Девушку До Оргазма Даже Не Раздеваясь Потому что С детства Ходил К логопеду Вот у меня Вопрос Кто Придумал Упаковку Для Презервативов Мы Сука ДЦПшники И Я Мы ДЦПшники Ее Ненавидим Мы Проклинаем Эту Упаковку Ну руками Хрен Раскроешь Мне Кажется Людям С ДЦП Презервативы Должны Продавать Вместе Социальным Раскроем 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 Я Раскроем Раскроем Я Раскроем Я Раскроем Есть, да? Вот у меня вопрос, слово жёсткий разрешает просто так, ни за что пиздить ДЦПшника. Я просто так, ни за что таких людей не обогучал. Дня три ходить не мог. Отвечаю, бля, лучше бы она взяла деньгами. Самое обидное, что мы с ней были в разных весовых категориях. Я до семидесяти, она аж ста. В шаповах справа по попе у неё убийственные. Как у Геннадия Головкина. Я раз пять сознание терял, отвечаю. Прикиньте, в какой-то момент она запрыгнула на меня сверху и кричит «Ударь меня!» А я казах. Мне с детства говорили «Не пей, девочек! Ты, сука, не убежишь!» Поэтому я никогда ни с кем не пиздился. Я даже не знаю, как это делать. Я максимум могу ударить шуткой. Но я так и сделал. Говорю, капец ты жирная. Бля, можно, пожалуйста, не смеяться? Оказывается, реально обидно, когда папа отправляет тебя в джок-аут и ещё и, сука, голова. Короче, часа через два я пришёл в сознание. Но, бля, я бы три своих пенсии отдал, чтобы посмотреть, что она делала в эти два часа. Бля, я его убила. Сука, он не дышит. Бля, а за ДЦП-сника много дают. Но самая общая ситуация была в том, что мы закончили всю нашу вакханалию в 6 утра. И она лежит такая и говорит, бля, у меня сигареты закончились. Я пиздец пылить хочу. А я как бы всё. Я ничего не хочу. Я хочу домой. К маме. Отпусти меня. Всем спасибо. У меня всё. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ